друзья всем здравствуйте добрый вечер можно писать в чат где вы сейчас откуда вы меня зовут катя владимирова со многими из вас мы уже знакомы вижу знакомые лица вернее имена лиц не вижу ага да еще присоединяются коллеги сейчас будем начинать потихоньку мне зовут катя владимирова я руководитель онлайн направления школе литературного мастерства creative writing school и сегодня мы пригласили на наш вебинар редактора и руководителя издательства delivery викторе левченко и поговорим сегодня о вообще разницы процессов издания книги в традиционном издательстве и на платформах для самопубликаций и в общем но уже не секрет что эта тема возникает и такое в общем уже скорее даже общее место что ситуация меняется и книжная индустрия меняется и у автора для публикации у произведения есть все таки альтернативы они появляются и за последние несколько лет сфера книга издания ну прям скажем расширилась помощью новых технологий и писатель важно и наверное самое важное да для писателя это как раз быть прочитанным значит нужно использовать разные инструменты и вот поговорим какие альтернативы все же есть как меняются стереотипы о сам издате да что такое вообще сам издат и так как сегодня мы его формулируем да что это такое вот про это про все виктор левченко можно поспрашивать и про это про все я думаю нам расскажет здравствуйте виктор здравствуйте да два слова еще скажу для тех кто еще только определяется да нужно ли ему учиться вот вижу что есть и уже наши студенты и новые до имена для меня сегодня в чате до школа писательского мастерства критик рейтинг school устроена таким образом что у нас есть разные форматы и нам казалось что мы их прям все закрыли и в общем можно выбрать любой подходящий для себя курс либо подходящий для себя формата что касается форматов это онлайн курсы это наверное для тех кто работает для тех ну кому важно да экономить время и в этом смысле онлайн такой самый удобный формат что лекции это запись их можно смотреть либо удобное для вас время и задание сдавать на учебной платформе рецензентом раз в неделю но при формате да с рецензированием есть вебинарные мастерские это в общем такой формат требующий чуть больше уже включения то есть вот мы также собираемся в зуме раз в неделю есть очные мастерские и этим летом они у нас будут в тургеневской библиотеке проходить в общем для тех кто только начинает свой путь мы всегда советуем наш онлайн курс это базовый курс майка участка вот он только что стартовал и мы еще можно присоединиться это вообще отличный старт для всех кто хочет стать писателем не хочет стать писателем думает о том вообще да как построить другие какие-то качественные отношения со словом и в общем для тех всех тех кто пишет письма пишут в блоге пишет в инстаграме фейсбуке неважно где в общем для всех 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 вот базовые курсы это хороший старт и есть в общем мастерские да и онлайн курсы для тех кто уже но уже как-то идет до этим литературным путем и есть онлайн-курс просто для продолжающих вот он будет этим летом и онлайн-курс с анной стробиниц по хоррор фантастики и онлайн курс марин степного языка стиля вебинарные мастерские как написать роман наверное самое серьезное да вот это наша романная мастерская обязательно на нее да стоит обратить внимание если уже на писательской стезе до выступили опять же фантастическая мастерская да и в общем память говори для тех кто хочет описывать какие-то личные истории переживаний которые вот сейчас стартуют по поводу магистратуры сейчас магистратуры нет она есть только вышки но у нас есть в общем такой формат да более глубокий это вот романная мастерская наверное такая самая длительная серьезная наша история есть и годовые мастерские с ольгой славниковой то есть это в общем тоже да такая история длительного обучения то есть да целый год можно с ней учиться это в общем не дает конечно магистратурных корочек но по какому-то погружению в процесс наверное такая в общем серьезная штука да одна из самых серьезных которые мы сейчас можем предложить ну и коучинг конечно да индивидуальная индивидуальная работа вот ну и детские мастерские да если кто-то хочет на лето детей в лагере определить то такое у нас тоже есть ну вот вроде бы все рассказал если какие-то вопросы пишите нам мы всегда на связи и ватсапе в телеграме на почтах все наш контакт на сайте есть и промокод делибри вот как пишется на презентации здесь тоже напишу на 15 процентов скидки до 1 августа будет действовать да собственно на все наши программы но кроме коучинга да на все наши вебинарные онлайн курсы на тоже им можно воспользоваться что друзья я тогда умолкаю виктора словом и если да что я здесь тоже с вами на связи еще раз всем здравствуйте меня зовут левченко виктор я работаю в компании т8 издательские технологии мы в общем-то в бумажном книгоиздании являемся одним из пионеров из тех кто одними из первых в стране начал развивать вот то о чем упомянула екатерина да альтернативу традиционному офсетному книгоизданию да мы называем такое книгоиздание офсетным потому что в основе технологии тиражирования лежит собственно офсетный способ печати и когда мы приняли решение развивать компанию какую-то другую инновационную среду мы как раз ушли в иной способ тиражирования в цифровой способ тиражирования поэтому это как бы такая альтернатива на базе этой технологии реализованы многие новые платформы альтернативы традиционным офсетным издательствам о которых мы сегодня с вами поговорим то есть то о чем я буду рассказывать она в общем лежит такое очень близко и даже вот в основе философии нашей компании но я постараюсь все это ну как подобает на таком обучающем семинаре подать в каком-то теоретическом ключе там нее не очень прикладном аспекте до чтобы было понятно на ну как бы наша такая фундаментальная логика наш способ мышления в этой области и собственно как мы пришли к этим идеям чему мы в них верим и что собственно делать автору что собственно делать автору в том случае если он все-таки решил опубликовать свое произведение так давайте давайте на следующий слайд ну давайте сначала поговорим о том вообще что происходит на рынке мы дальше когда будем разговаривать о том что изменилось в собственно там психологии и меня логике работы автора на можно вот сразу предваряя этот разговор сказать что самое серьезное изменение это появление другого типа автора то есть это гораздо более вовлеченные в процесс книгоиздания персоны чем это было когда-то когда господствовала исключительно традиционная офсетная модель традиционные офсетные логика взаимоотношения с автором значит а коль скоро авторы будут вовлечены ну то есть авторы будущего это более вовлеченные в процесс книгоиздания то есть необходимо все-таки познакомиться с тем что вообще происходит на рынке как этот рынок работает как каковы там экономические да какие-то основы работы книгоиздателя и какие собственно технологические изменения проходят или будут проходить в ближайшем будущем ну вот давайте на этом остановимся да мы поговорим о том что собственно рынке происходит в 2023 году вот я выделил несколько факторов которые считаю ключевыми и которых можно вот там с которых можно начать обсуждение ну первое так условно я назвал на то есть ковровое импорт замещение на речь идет о том что речь идет о том что во всех отраслях начиная с 22 года с известных политических событий да россии в общем у нас постепенно отпала возможность пользоваться какими-то благами западной цивилизации среди этих благ есть и такая история как западный контент очень некогда востребованный в российско-экономических условиях сегодня он серьезно ограничен в использовании и это как бы для потребителей это скорее плохая новость тоже было очень много любителей да и для авторов российских авторов и скорее хорошая новость а потому что в моменте дефицита иностранного контента образуются такие лакуны на которые можно заполнить российским автором но здесь вот я хочу сказать что это просто дает некие шансы да то есть но не повод для расслабления для российских авторов потому что понятно что ну как бы мы ни старались на то есть при даже активном спросе со стороны аудитории что-то почитать в любом случае там не каждый автор способен заменить какой-то выбывший хитовый контент как вот всегда привожу этот пример господин прокопович из издательства ст он всегда на эту тему говорит что ну это конечно прекрасно что мы теперь будем привлекать российских авторов мы не должны предпитать иллюзии да что если на чемпионат мира не пустить ключевых сильных игроков а просто не в обиду российским авторам заполнить эти места такими другими командами то мы просто не соберем аудиторию потому что в любом случае до отсутствие хитов это ну не совсем хорошая новость даже для российских авторов потому что я боюсь что в целом на интерес к рынку к рынку книжному да и к книгам как к медиа-носителю может быть под давлением но следующий фактор о котором можно поговорить это вот такие вообще среда там в последнее время она начала очень динамично развиваться мы постоянно находимся на пороге каких-то технологических прорывов вот один из технологических прорывов дал нам возможность создания вот таких альтернативных платформ о которых мы говорим вместо традиционных издательств сейчас очень много других процессов происходит ну вот ключевой фактор 2023 года по изменениям это нейросети это вообще как бы очень неизведанная и интересная история просто даже работая в книгах мы постоянно вот из каждого что называется утюга слышим о том как нейросети меняют один второй третий сорок пятый процесс и среди прочего да то есть я боюсь что и в такую авторскую стезю эти нейросети скоро войдут еще непонятно с какими последствиями и от этого ну собственно следует только один вывод мы собственно должны постоянно отслеживать изменения до ключевое ключевое преимущество любого участника рынка это активность очень быстро быстрое получение информации быстро на нее реакция ну и такое есть понятие антихрупкость да когда ну если вот переводить это в ту прикладной области которой мы поговорим то можно вот заменить это словом меньше догм на то есть которые какой-то момент ломаются и происходит очень больно то есть вы должны быть всегда готовы к тому что изменение да но не должно вас разбить оно должно там я не займу чтобы ваша форма как-то поменялась не привела к разваливанию системы значит ну факторы которые рождены пандемии да они до сих пор актуальны и вообще сама пандемия 2020 года она собственно никаких новых тенденций не родила она явилась катализатором для многих изменений ну например там не знаю тотальной онлайнизации да и так дальше понятные все такие а довольно банальные очередные вещи которые уже сто раз проговорены значит в 2020 по моему втором году да у нас появилась еще история с агрессорными ограничениями да и там она шире чем законом был гбт там очень много всяких вещей которые неоднозначно прописаны в законодательстве порождают такое явление как самоцензура то есть очень многие участники экономической системы просто не хотят связываться от массы в общем довольно безобидного но неоднозначного контента просто отказываются как бы чего не вышло ну одна из самых главных вещей которые собственно как бы теоретически да такая предпосылка для того чтобы создать альтернативу традиционному издательству это собственно наступление эпохи гугла мы сейчас в ней живем и так условно и называем но это такая такое время когда становится возможным не массовое производство то есть эпоха массового производства это когда вы там сначала делаете большой большой объем в количестве да то есть продукции делаете это для того чтобы сэкономить на стоимости единицы сделать ее максимально дешевле а потом попытаться да то есть заработать на этом денег и продать максимального числа потребителей это вот старый технологический уклад эпоха массового производства сейчас история другая сейчас такая эпоха длинного хвоста и в книжках это один из так очень значимых факторов которые предопределяют технологическое развитие в ближайшем будущем то есть что такое эпоха длинного хвоста и тогда когда у вас появляется возможность сделать книжку небольшим тиражом и найти своего потребителя через поиски гугла яндекса и так дальше эпоха гугла конечно название условное да не google изобрел но как бы это такой классический поисковик на самый крупный поэтому мы и так называем вот и вот именно наличие технологий для рентабельным бизнесе на для рентабельного бизнеса на длинном хвосте сделало возможно возможно появление таких платформ о которых мы с вами поговорим и еще одно изменение но и чисто психологическое да но там из области такой наших наблюдений за авторским сообществом и вот мы так выделяем совершенно отдельный психотип авторов людей которые вот относятся так условно к подколению z альфа там и у них просто они просто другие да мы работаем практически со всем там со всей широтой авторского сообщества в россии мы видим насколько вот большая разница у людей более старшего поколения да в логике мышления в подходе к работе со своим продуктом да и вот поколение z альфа да это в общем колени такого с большим с большой приверженностью неолиберальным ценностям то есть они мы там дальше об этом поговорим но это люди которые воспринимают свое творчество как бизнес как собственный бизнес то есть они ближе к у них подход блогерский то есть вот они рождают какой-то контент и дальше понимают что с этим контентом они же должны работать и вот ровно она такой психотип автора нацелены и платформы сам издата и там новые издательские решения которые существуют на рынке как альтернатива все давайте пожалуйста на следующий слайд давайте теперь поподробнее поговорим да как собственно как собственно происходит процесс взаимодействия с автором в традиционном издательстве ну понятно что логика работы традиционного издательства давайте на ней так как коротенечко на то есть ее коснемся то есть я просто не хочу чтобы это выглядело каким-то какой-то попыткой до объяснить что лучше что хуже здесь нету вот таких вот категорий здесь нет противопоставления есть традиционная модель есть новая модель обе эти модели они жизнеспособны эти обе эти модели они обладают ценностями и пользой поэтому мы здесь просто будем говорить как это происходит без каких-то конкретных оценок хотя вот собственно когда мы будем обсуждать тренды и почему одна модель уступает место другой на то есть какие-то оценки мы дадим свою логику того почему так считаем ну вот давайте остановимся на пути автора в традиционном издательстве традиционное издательство это люди которым необходимо один раз принять правильное инвестиционное решение то есть вкладывать деньги в этого автора или не вкладывать и цена их ошибки довольно велика то есть если они вкладывают не в то то они рискуют довольно большим объемом денег потому что рукопись надо там подготовить сверстать и так дальше то есть подготовка это все процесс связанный с довольно большим объемом затрат дальше им предстоит офсетное тиражирование да если даже они издают там маленький тираж от полутора тысяч все равно это довольно приличный объем инвестиций поэтому как бы вот хорошо это или плохо но они думают долго в их в традиционном издательстве процесс принятия инвестиционного решения это ключевой фактор их эффективности поэтому этому процессу они уделяют и большое количество ресурсов и большое количество времени как это отражается на авторе то есть во первых автору для того чтобы получить ответ нужно будет это время подождать то есть он предоставляет какой-то объем информации о себе на то есть рукопись и дальше он ждет пока издательство вот сложно в долгих дискуссиях примет решение нужно им работать с этим автором или не нужно и но ситуация в общем такова что учитывая ограниченный объем ресурсов в любом издательстве их решение и и и и и большой объем конкретных инвестиций в конкретный издательский проект то есть понятно что место для большого числа проб и ошибок у них просто нету в технологической модели не потому что они там плохие хорошие потому что такова технология и это предопределяет большое число отказ понятно что если вы автор ну давайте я не знаю как как назвать вот мы конечно как как издатели да как как люди из отрасли мы называем немножко цинично но я просто боюсь обидеть сообщества да и как-то какой-то термин такой подобрать ну вот автор давайте скажем автор без 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 подтвержденных заслуг да то есть вот этот автор новичок который только что-то что-то написал или только принял решение на опубликоваться вот в данном случае до вероятность попасть традиционное издательство очень небольшая потому что ну конечно как они все опять же тоже цинично заявляют вот кого мы хотим издавать мы хотим новую книгу известного если это не так то дальше будет довольно тернист и вероятность того что традиционное издательство с учетом тех той особенности технологии на той особенности технологии которые я поговорил она конечно дает большое число отказ вообще традиционное издательство у него есть такой неприятные неприятная роль в издательском процессе на книжном рынке эта роль называется словом фильтр и она такая вот у них в силу определенных обстоятельств их судьба наделила таким решением судить быть этому на рынке или не быть этому на рынке этот случай если вот нет альтернатив так было до появления платформ и вот сидит некий человек который решает издавать не издавать и наша практика да мы работаем в отрасли уже больше двадцати лет она показывает что книжных экспертов которые дают верное решение больше чем в 55 процентов случаев не существует это при том что 50 процентов этого подбрасывание монетки то есть книжный эксперт это тот который повышает вероятность хорошего решения всего на пять процентов а в остальных случаях ошибается нет людей которые могут на то есть по виду рукописи по я не знаю по содержанию по информации о персоне дать четкий ответ это с большой долей вероятности будет продаваться или не будет вероятность продаваться это вот ошибка 45 процентов представляете себе да то есть ценность этим людям кстати которые на пять процентов всего лишь повышает вероятность платит довольно большие деньги да то есть это хороший книжный эксперт а людей которые на шесть процентов просто не существует ну это немножко утрированно но она правда где-то в этой области так давайте мил следующему слайду значит что вообще что вообще подвигает рынок к тому что бы создать ну альтернатива вот этой традиционной офсетной модели ну я уже сказал что вот роль традиционного издателя как фильтра она немножко такая ну как бы расстрельная никому такое 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 явление как фильтр не очень нравится тем более что этот фильтр зачастую отсеивает то что надо бы чему надо бы дать жизнь из что и пропускает то чего надо бы отсеять то есть фильтр еще ненадежно и это вот такое начало для рассуждения дальше если покопаться то вот цепочка попадания на цепочка встречи автора и читателя она довольно большая такая как принято при массовом производстве ну какая вот она очевидная да то есть автор подает свою рукопись дальше редактор и вот тот самый персонаж который решает быть или не быть да он решает он получает эту рукопись и предопределяет ее каким-то судьбой в лучшем в лучшем случае да рукопись пойдет в тираж издательство будет готовить и дальше цепочка тоже длинная мы напечатаем это все как традиционное все это издатели большим тиражом все это попадет на склад потом это попадет коптовику потом это попадет в ритейл и только потом к читателю вот есть такая азиатская довольно известная модель и философия бизнеса лин она ее основной отправной точкой является такой посыл как к бизнесу к людям которые занимаются общем оптимизации экономических систем поискать все ли звенья в цепочке создает какую-то ценность и вот мы пытаемся в каждом элементе разобраться создает ли это ценность или нет ну вот начнем с каких-то простых звеньев есть склад вот создает ли он сейчас какую-то ценность книжный склад который позволяет очень быстро да то есть взять книжечку и отдать ее потребитель вот для потребителя все равно откуда она возьмется то есть а склад это огромный такой такая бездонная бочка да то есть дыра в которую утекает большие ресурсы потому что книг книжный бизнес он накапливает огромный рабочий капитал виде запасов книг и в виде дебютуарской задолженности вот склад эта история которая не очень создает ценность оптовый канал это история которая не очень создает ценность потому что читателю все равно где получить эту книжку ему нужно чтобы она появилась постамате нужно для для этого оптовик нет не нужен даже роль ритейла где книжку можно пощупать на она уже тоже отмирает и само издательство если рассмотреть с позиции какую ценность она создает то можно тоже в этом разбираться и понять что и само традиционное апсетное издательство она утрачивает привычную для себя ценность то есть что из себя представляла чем было цену это издательство раньше в традиционной офсетной модели нельзя было издать книжку не обладая вот как мы уже говорили большом объемом финансовых ресурсов на какой-то технологии производства какой-то дистрибуции и без вот этой роли издательства выхода да то есть на большую дистрибуцию без этой роли издательства невозможно себе представить процесс книга издания книга распространения сейчас большие финансы для того чтобы издаться вообще не требуется наличие современных технологий позволяют издать книжку тиражом 50 экземпляров затрачивая в общем карманные деньги массовое производство совершенно не нужно это вещь которая ну и технологии производства они доступны и вы можете там обратиться в любую там технологическую платформу он печатают эту книжку и подготовит так дальше то есть нету вот этой монополии издательства на подобные ценности дистрибуция тоже не является тоже не является чем-то что может сделать только крупный издатель то есть сейчас в эпоху развития маркетплейсов эпоху расцвета вы можете даже обладая там линейкой из одного-двух наименований стать поставщиком конкретном маркетплейсе и ваш товар увидит вся большая аудитория специальных потребителей из этого маркетплейс то есть поэтому мы можем четко сделать вывод что если вот рассмотреть эту цепочку то там каждому на то есть участнику кроме автора и читатели есть претензии по поводу ценности которые они состоят а как только такие претензии появляются как только такие претензии появляются так сразу возникает вопрос об альтернативах которым мы сейчас перейдем какие собственно цепочка длинная из отсюда отсюда старая такая парадигма при которой автор и читатель фактически друг друга не знали и не встречались то есть автор издавал отдавал свою рукопись и дальше всем занималась издательство она работала с аудиторией пыталась продавать организовывала маркетинг автор в лучшем случае хорош хорошо известен то есть он получал какой доступ по аудитории через встречи там книжных магазинах традиционно и это в лучшем случае а многие своих читателей не видели не коммуницировали не общались и это на мой взгляд до приводила к огромным потерям вот этой вот энергии родившего произведение человека давайте посмотрим как мил давайте на следующий слайд что собственно что собственно предлагается в качестве альтернативы короткое замыкание вот этой цепочки да когда путь от автора к собственно к читателю он не лежит через вот такую длинную историю то есть во первых ну понятно что в самом идеальном таком в самой идеальной модели это работает в электронном книгоиздании и многие авторы которые уже там хорошо зарекомендовали себя на рынке которые уже поняли что это за бизнес и успешно зарабатывают они конечно по многому работают в площадках электронной самопубликации их много и сейчас в общем если мы поговорим с авторским сообществом то они рассматривают вот эти площадки как даже основной источник своего заработка то есть в очень многих жанрах люди говорят что мы пишем книжку да и основной заработок у нас будет с этих платформ и плюс мы дополнительно зарабатываем еще из бумажного рынка этот парадокс книжный рынок электронный он всего лишь там 10-15 процентов от объема бумажного но тем не менее есть жанры и есть авторы которые из электронных книжек умудряются зарабатывать основной свой поток то есть там вообще прямой путь это такая модель ютуба если есть центра если раньше было центральное телевидение на центральное телевидение это когда вы чего-то хотите сообщить миру да то есть вы должны также дать свой материал редактору он посмотрит нужно ли вас выпускать в эфир или нет то есть фактически монопольно решает дать вам жизнь в этом медиапространстве или нет да а есть альтернативная модель ютуба они предлагают всем кто хочет что-то сказать миру да сказать это дальше мир сам отреагирует интересно ему это смотреть и читать или неинтересно точно такая же модель существует и в электронном книгоиздании и точно такая же модель существует и бумажном книгоиздании то есть есть некие такие вот близкие к youtube по философии технологии которые позволяют и в бумажных и в электронных книжках просто публиковать свое произведение назначить цену или дать его читать бесплатно да и вас большая аудитория на потребителей увидит вот мил давайте к следующему слайду давайте поговорим о том о том как эта цепочка как 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 автор то есть должен поменяться в своем подходе к работе с произведением для того чтобы в случае если офсетные книгоиздания на то есть либо каким-то образом невозможно ли каким-то либо просто не является для него приоритетом что ему нужно делать для того чтобы издаваться в альтернативных платформ но прежде всего прежде всего я уже сказал что подход то есть степень участия автора в традиционной модели и в платформенной в цифровой модели она принципиально разная то есть автор который взаимодействует с офсетным издателем он фактически просто пишущая такая единица на которая писала контент и дальше офсетный издатель он этот контент уже преобразует в какую-то коммерчески привлекательную форму и в дальнейшем только он отвечает за ее судьбу случае платформенных идей если вы создали какое-то произведение то во первых а именно вы будете определять и дальнейшую и и его параметры то есть вам будет доверено в случае если вы взаимодействуете с платформами вам будет доверено определение его внешнего вида я не знаю там параметров издания дизайна обложки редакт даже редактуры на способов продвижения широты дистрибуции то есть вот во всем в этом необходимо разбираться и все это будет такой сферой ваших оперативных интересов если вы работаете именно с платформы что такое платформа платформа в принципе дает просто набор инструментария платформа она позволяет давать жизнь большому числу контента потому что как правило платформы они технологически продвинуты роботизированы и у них есть возможность ставить дистрибуцию книжки очень небольшим тиражом то есть у них есть печатать да то есть на основе цифровой технологии и печи и оставить в дистрибуцию книжки у которой напечатаны небольшим тиражом дальше если эта книжка цепляется как мы говорим за рынок да у нее появляется спрос в силу там я не знаю ваших усилий в силу того что там как-то сложились обстоятельства да то есть кому-то понравился дизайн обложки иногда бывает что просто обложка двигает книжку иногда бывает хорошо хорошее сочетание обложки названием маркетинга да то есть но она зацепилась за рынок еще в ней что-то есть цепляющее в контенте и тогда как бы эта платформа с удовольствием будет допечатывать эту книжку до тех пор пока она не перестанет продаваться вы будете как автор как человек там полноценный участник цепочки просто получать за каждую продажу свою долю прочитающиеся вам дохода вот ну на основе да то есть вся эта и вся эта идея да она работает на основе того что вот это вовлечение да она выдает совершенно феноменальные результаты потому что ну вот как мы говорим да я этот вынес этот слоган такой надо даже на слайд на самая дорогая няня никогда не лучше не будет лучше любой родной маму то есть какая бы она ни была это как раз о том что ваши произведения это такой ваш ребенок то если вы его доверяете няне да она может сколько год она хорошая но она не перестает быть не недавно я никогда не станет мало вот если она никогда не будет знать о вашем ребенке больше чем знаете вы никогда не будет чувствовать его больше чем со или вы никогда не будет заботиться о нем больше, потому что это все-таки не родное дитя. Даже если она на этом зарабатывает, в данном случае оффсетный издатель, которому вы доверяете судьбу своего произведения, у них есть прямая мотивация работать максимально эффективно. Но человек, родивший контент, все равно будет эффективный. Потеря этой энергии предопределяет некоторые проблемы энергии родителя. Она предопределяет некоторые проблемы оффсетного книгоиздания. Не все книжки, которые очень достойны получить хорошую судьбу на рынке, там выживают и становятся большими произведениями. Ровно потому, что не хватило какой-то родительской любви и ласки. Давайте на следующий слайд. мы немножечко поговорили о том, то есть коснулись этой темы, о том, что из себя представляет вот такое лицо нового автора, то есть какими характеристиками автор обладает и чем он отличается от тех авторов, которые привыкли к взаимодействию с традиционным аффсетным издательством. Ну вот я уже сказал, может быть, наверное, такое возрастное ограничение, но не совсем может корректно звучит, но в основном мы наблюдаем, что вот большая такая аудитория именно молодых авторов, она обладает свойствами, обладает свойствами, которые предопределяют их большую любовь к платформенным решениям, чем к традиционному аффсетному. Понятно, что сейчас обе модели на рынке существуют, и авторское сообщество все равно довольно тесное, оно все равно там не увеличивается с большой скоростью, и поэтому конкуренция между платформами и между традиционными аффсетными издательствами, она все равно есть. Ну, мы как вот в наш холдинг входят и традиционные аффсетные издательства и платформы, мы видим, что целая плеяда молодых авторов, она не готова работать с традиционным аффсетным издательством, но почувствовала преимущество самих платформ, именно потому, что ценности этой платформы совпадают с ценностями людей, которые составляют эту вот когорту таких молодых новых авторов. Каковы же их потребности? Ну, в принципе, их интересует быстрый отклик, то есть прежде всего быстрый отклик. Платформа это такая штука, которая которой не нужно вот это большое долгое инвестиционное решение, о котором мы поговорили, не нужно принимать его. То есть они готовы пробовать, у них объем инвестиций у платформ гораздо меньше, чем у традиционного аффсетного издателя. Поэтому они готовы быстро расставаться с этими деньгами, пробовать в случае успеха продолжать зарабатывать на этом деньги, позволяя автору зарабатывать на этом деньги, в случае неудачи просто даже не оглянуться, потому что объем потраченных ресурсов невелик, он не наносит никакого ущерба. Поэтому им не нужно очень долго думать. То есть вы обращаетесь к ним, они вам сразу говорят, мы пробуем или не пробуем. Они не пробуют в гораздо меньшем числе случаев, потому что опять же невелика цена ошибки. Они могут не пробовать в том случае, если они чувствуют какие-то проблемы с вызванной самоцензурой, если они увидят какие-то перспективы проблем с законом, то есть в этом случае откажутся от публикации такого контента, или совсем уж не попадание в их сферу жанрового присутствия. Если издательство, которое занимается романтической фантастикой, вы туда предложите научную литературу, то возможно, что будет отказ. Но во всех остальных случаях они будут пробовать. И это дает огромный большой шанс новому автору. Здесь же я скажу следующее. Вот эта платформа во многом сейчас является первой ступенькой трамплином. Если вы попадаете на платформу и там публикуетесь, и там у вас есть локальные успехи, шанс того, что вас заметит традиционный сетный издатель, он всегда мониторит, то есть где бы что ни происходило, он всегда мониторит кто, где способен продаваться. Шанс, что вас заметят и возьмут традиционное сетное издательство существенно повышается. Следующая потребность, о которой нужно поговорить, это скорость действия ключевая вещь. Я пытался сделать противопоставление, если раньше ключевым фактором попадания было личное знакомство с директором издательства в сетную, тогда вы еще могли на что-то рассчитывать, то новым авторам это совершенно не нужно. То есть им предпочитают такой четкий, ясный, понятный, быстрый диалог. То есть с любым, пусть это будет технический специалист, пусть это будет робот, но он дает четкие, понятные ответы. Пусть это будет даже через посредством какого-то электронного сервиса. Надежное партнерство вместо всевышнего судьи фильтра. Я уже поговорил о том, что офсетное книгоиздание, то есть офсетный книгоиздатель это такой не всегда приятный фильтр. И в данном случае у нового автора немножко другая логика. То есть фильтр не нужен, дайте мне человека, который предоставит мне инструментарий, надежный, который позволит мне самому на основе этого инструментария двигаться и пробивать жизнь своему продукту. Следующая потребность это присутствие на ключевых полках страны. Если раньше нужно было сделать большой тираж, и чем больше тираж, тем больше шансов, что издатель будет из кожи вон лезть и пытаться его продать. Тогда вы будете присутствовать везде, в каждом утюге. И это такая основная ценность. Сейчас об этом немногие мечтают, потому что попадают в большие тиражи, но совершенно немногие авторы. И появляется другая ценность. Вот достаточно, чтобы моя книжка была на ключевых полках страны. Что такое сейчас ключевая полка? Понятно, что это доступный всем маркетплейс, и этого зачастую достаточно. То есть если вы в озоне Wildberries и Лабиринте, то это уже доступ почти ко всей читающей аудитории. Даже традиционные офлайновые магазины, как мы их называем, они не факт, что в этой системе ценностей имеют какое-то большое место. Следующая потребность, которую мы для себя выделяем, интуитивно понятный SaaS, в данном случае Software as a Service, программное обеспечение как сервис. То есть эти люди привыкли работать через телефон, через гаджеты. И если платформа предлагает какой-то хороший набор решений, который позволяет фактически не использовать телефон и даже не использовать чат, то есть понятная технология, ты туда запрос, он тебе оттуда ответ, то это всегда совпадает с ценностями современной молодой аудитории, которая всем остальным способом коммуникации предпочитает такую электронную. Своевременные выплаты royalty, они в данном случае противопоставляются старой технологии, когда основное преимущество автора было получить большой аванс. Потому что издатель в любом случае заходил в большой объем расходов, связанный со вседом тиражированием. И в данном случае заплатить аванс издателя было совершенно логично в той модели. Если ты получил большой аванс, тебя уже больше ничего не интересует. Ну конечно хорошо, если книжка будет продаваться, этот аванс выберется дополнительными тиражами, ты будешь зарабатывать больше, но получение большого аванса уже являлось достаточным условием для счастья автора. платформы авансы не платят в силу того, что им нечего авансировать, они не делают большие крупные тиражи, но они при этом всегда платят большую ставку royalty, она всегда прозрачная, вы получаете эту ставку royalty с фактической цены, а не с фонарных трансфертных цен между внутренними компаниями из дайского холдинга. Дальше ваш доход зависит только от перспективы продаж вашей книжки. Будет она хорошо продаваться, приложенные усилия найдут отки в сетцах и читателей, и участников рынка, и тогда вы будете получать повышенную, большую, чем в традиционном офсете ставку royalty, и зачастую многие авторы уже зарабатывают гораздо больше, чем традиционные офсетные авансы. Ну и такая общефилософская потребность, это такие неолиберальные ценности, среди которых самый главный является свобода. Давайте я их вынес, свобода, собственность, справедливость, три вещи, которые очень ценятся этой аудитории. То есть свобода это в приложении к той области, о которой мы с вами говорим, это право принимать многие решения по поводу судьбы своего продукта. Вы определяете его внешний вид, вы определяете какая должна быть обложка, вы определяете характер редактуры, нужна ли она или нет, вы определяете параметры типографские, на какой бумаге печатать, какой толщины. То есть фактически все решения под контролем и в зоне ответственности самого автора. С одной стороны это накладывает определенный объем дополнительной работы, а с другой стороны это очень ценно, потому что очень многие взаимоотношения с традиционным офсетным издательством иногда заканчиваются плохо в силу того, что издатель, редактор видит, имеют совершенно другое мнение по поводу того, что и как должно быть написано, как должна выглядеть обложка, как должна выглядеть книга, какое должно быть название. Зачастую они не сходятся. Приоритет в традиционной офсетной модели всегда находится за издателем, потому что это их инвестиции и они довольно крупные, и это в общем правильно, потому что по-другому это невозможно построить. В платформенной модели приоритет остается за автором. потому что объем инвестиций небольшой, существуют платформенные модели, где собственно платформа сам издатов, где вы платите, то есть сами являетесь инвесторами, то есть там получаете еще большую долю дохода, но для вас вот этот сервис попадания на YouTube будет платным, то есть редакционная подготовка, печать, попадание в дистрибуцию, он может быть платным. там еще больший объем свободы, еще больший объем дохода, но при этом от вас помимо энергии, помимо работы, помимо участия в технологическом процессе потребуются еще и собственные инвестиции. Так, давайте перейдем к следующему слайду. здесь вот такие примеры того, кто, какие большие имена работают на наших платформах. Есть там Маша Покусаева, есть Ирина Котова, Софья Ралдугина, это авторы, то есть Маша Покусаева такой книжный блогер, она скорее молодой автор, и только за счет своей аудитории блогерской она там вышла, какие-то лидеры книгоиздания, Арина Котова и Софья Ралдугина не очень давно на рынке, они раньше издавались в традиционных издательствах, но теперь они перешли на платформу, потому что поняли преимущества, и вот для них вопросы присутствия всех их произведений на рынке, это, кстати, тоже очень важное отличие, мы об этом не поговорили, потому что авторы с большим пакетом, с большим пулом собственных книжек, они попадают в такую историю, что издатель издает их новинку. Если книжка в достаточном объеме для того, чтобы авсет на тысячу-полторы тиражировать, ее просто не тиражируют, она выпадает с рынка, и такого предложения этой книжки нет, даже если она составляет часть серии, часть какого-то цикла, то есть это не волнует традиционного авсетного издателя, его волнует возможность продать его в конечный рентабельный срок, если это невозможно, издатель просто отказывается. Платформы, у них в силу наличия технологии малых тиражей, они имеют возможность весь ваш ассортимент предлагать рынку, и для многих авторов такой ключевой фактор, почему они отказываются от традиционной офсетной модели в пользу платформенных решений. Ирина Котова, Софья Ралдугина, люди, которые сдавались в совершенно больших ВСТ, в Эксмо, и в данном случае пришли к тому, что им на платформе комфортней, они здесь получают большую свободу, они могут приложить дополнительную энергию, они получают большее влияние на тот вид книжки, который для них представляется наиболее перспективным, и вот продаются на платформах большими офсетными тиражами, не знаю, Королевская Кровь, Ирина Котовой, но это там больше 5000 продаж, Ралдугина тоже очень серьезно продается на Машу, Кусаева, она может быть не такими большими объемами, но это очень молодой автор, это совершенно юное создание, которое только выходит на рынок, и это пример того, как можно быстро стать востребованным автором. Так, давайте на следующий слайд и наверное чуть-чуть поговорим о том, что из себя представляет платформа, какие у нее есть возможности. Довольно обширный набор инструментов, то есть платформа издательская, еще раз давайте поговорим о том, что они бывают двух видов, то есть есть платные платформы, там, где вы платите за использование инструментария, там абсолютная свобода, там платформа издает все то, за что вы заплатите, то есть там никаким образом вообще не вмешивается в инвестиционные решения. Есть платформы бесплатные, где собственно весь этот набор инструментариев, они предлагают за собственные деньги, то есть они все равно будут тратить, но они при этом вкладываются собственными инвестициями и с автором работают уже на основе royalty, то есть в случае, если это платная платформа, то вы там полноценный бизнесмен, то есть вы инвестор, вы определяете все экономические параметры, вы определяете какая будет цена, где она будет продаваться, где не будет продаваться, какой объем печатать, то есть вы абсолютно все делаете самостоятельно, потому что это ваши деньги, ваши инвестиции, платформа только набор инструментария. если это бесплатная платформа, то там уже есть элемент вмешательства, потому что все-таки деньги они инвестируют, они, во-первых, определяют, то есть там квант-тиражирование, они определяют примерную, то есть у них своя логика ценообразования, то есть тут вот такого решения автора уже не будет иметь силу, потому что какие-то инвестиционные решения они вынуждены принимать самостоятельно, и в силу этого часть свободы они забирают, но небольшую по отношению ко всем издательствам. Виктор, прошу прощения, тут у нас вопросы появляются, можно посмотреть в чате, да, вот в частности стоимость книги для конечного потребителя народ интересует, потому что малого тиража же очень высокая, да, она получается, вот про это хочется поговорить. Хорошо, давайте про это поговорим. Значит, ну, в любом случае, правда она состоит в том, что любая, любое крупносерийное производство, оно априори в принципе стоимости будет дешевле, чем мелкосерийное. В любом случае, да, и нету, ну, как бы, нет никакой технологии, которая позволила бы этому тематику как-то перебороть, да, но вот по поводу очень дорого, ну, вот если мы посмотрим, да, что такое очень дорого, разница будет процентов 20-25, да, конечно, в пользу тиражного издания, но они, во-первых, очень разные, да, дело в том, что, понимаете, если вы издаете, да, книжку в 320 страниц с тиражом 15 тысяч, там, на скромной офсетной бумаге, да, то она будет действительно стоить там дешево, там, 500-600 рублей на полке. Если вы ту же книжку издаете тиражом 30 экземпляров, то она не будет, конечно, 600 рублей, да, но это слишком большая разница, да, то есть, да, она будет, ну, вот в данном конкретном примере, да, она будет стоить там 750 рублей, 900 рублей, да, то есть, да, разница 50%, но книжки, которые издаются тиражом в 15 тысяч экземпляров, да, они их единицы на рынке, да, уже крупный издатель, он фактически не издает такими тиражами. А если мы посмотрим книжку, которая обычным средним тиражиком в России издается художественной, да, то есть тысяча, полторы, да, как новинка, две тысячи экземпляров, то разница в цене будет, но офсетные модели, но понимаете, дело в том, что, дело в том, что там очень сложная цепочка нарастания затрат, да, мы, мы, не знаю, стоит ли это касаться, да, то есть, вот эта история, да, в рамках нашего, в общем-то там, разговора про автор, там очень сложная цепочка нарастания затрат, давайте просто остановимся на том, что, да, есть разница, но она не катастрофическая, книжка в цене не такой эластичный товар, то есть разницу в спросе на книжку 800 и 600 рублей, она, ну вот, доказательно, да, никем не выявлена, то есть есть книжки, которые за 600 рублей никому не нужны, есть, которые за 800 покупаются, как горячие пирожки, вот примерно такой ответ будет, да, то есть, давайте тогда я продолжу, да, да, там у нас уже немного осталось, платформа как экосистема, да, то есть мы поговорили, что это набор инструментарий, ну, какой это инструментарий, во-первых, это, конечно, безусловно подготовка книжки, да, но на самом деле она почти никогда не требуется, потому что вот такая биржевая сущность, гугловая сущность этого мира уже сделал такие фрилансовые биржи, и каждый автор уже может легко сверстать, я не знаю, нарисовать обложку чуть ли не с помощью там нейросетей, да, то есть это все, ну, как бы такой инструментарий на платформах присутствует, не всегда он востребован, да, и во многие платформы люди уже приходят с готовым, там, с готовым оригиналом макетом, да, и задача платформы, вот та ценность, которую они создают, во-первых, напечатать, да, во-первых, напечатать, то есть, конечно, вот самостоятельно напечатать, это уже такая довольно сложная механика, то есть вам придется возиться с логистикой, да, платформа – это такая штука, которая сама все это дело сделала, отправила в свою логистическую систему, на свой склад, предложила дистрибуцию, потому что дистрибуция тоже довольно сложная и громоздкая с точки зрения трудоемкости история. Во-первых, это логистика, во-вторых, логистика транспортная, логистика складская, во-вторых, это описание товара на маркетплейсах, это взаимодействие с самими маркетплейсами, это все истории взаиморасчетов, все истории фулфилмента. То есть это сложно сделать самостоятельно, поэтому здесь платформа создает довольно большой ценность. Многие платформы обладают еще и собственными каналами, телеграм-каналами для своего комьюнити, где они продают свою литературу, своими маленькими нишевыми интернет-магазинами, где тоже есть продажи. Они, собственно, занимаются и доставками и так далее. Вот это, конечно, такой ценный и востребованный инструмент, и без вот этой ценности очень сложно автору. Безусловно, возможности маркетинга. Платформа всегда такая развитая история коммуникации с различными сообществами, то есть они держат собственную аудиторию и в соцсетях, и в своих телеграм-каналах, и создают всякие истории, в рамках которых даже мы с вами сегодня участвуем, то есть школы, вебинары, какие-то личные встречи. И организация подобных вещей, коммуникация с такими сообществами – это тоже одна из таких важных ценностей платформы. Ну, электронная дистрибуция понятна. Если эта платформа вообще заточена исключительно на электронную дистрибуцию, то это их основная ценность. Если нет, то может быть дополнительные ценности. Вот как, например, платформе RUGRAM, то есть мы в основном работаем в бумаге, а такая дополнительная площадка электронной дистрибуции у нас тоже есть, и на ней тоже можно зарабатывать. И еще одна ценность, которая очень важна, когда вы работаете с платформой, особенно бесплатная платформа, они все-таки предлагают собственные инвестиции в ваш контент. Большие и маленькие – это уже вопрос второй, но важно то, что можно, будучи даже молодым автором, получить какой-то объем вложений в себя, и это существенно облегчит вам жизнь и перспективу вашего продукта. Так, следующий давайте слайд. По-моему, да, последний. Значит, ну вот мы заканчиваем, давайте тогда к выводам. Ну вот первое, о чем мы с вами поговорили, что рынок, в общем, динамично не стоит на месте. Очень много технологических изменений, которые уже серьезно влияют на рынок, те, которые, влияние которых еще даже не очевидно, и только начинается, как, например, нейросети. И вот именно 20-е и 23-е годы – это такая история очень быстрого движения рынка в новый технологический прорыв. Это эпоха развития платформ, самоздата и так дальше. Следующий фактор, да, следующий вывод, который следует, ну, он скорее общий такой, общий экономический, общий философский. То есть вот здесь, когда мы говорим об этом выводе, можно поговорить о том, о той роли и о той ценности в общем вкладе в развитие российского рынка, который делают платформы. Платформы создают ту самую питательную среду. То есть они позволяют новому поколению авторов, да, потому что если вы попадая, если вы имеете только оффсетную модель, то очень многое, очень большое число таких личных мотиваций конкретного автора разбивается сквозь иногда неверное решение этого фильтра. То есть если мы создаем возможность каждому быть опубликованным, пусть даже за свои деньги или на платформах бесплатно, это создает ощущение у авторского сообщества, что у них есть выход, что нужно писать, что нужно пробовать свои силы и что шанс есть всегда. И вот очень много наших внутренних книжных мероприятий проходит под эгидой пропаганды чтения. Вот мы, как люди, которые занимаются именно платформенными решениями, считаем, что пропаганда чтения, она может быть важна. То есть создание вот такой вот питательной среды, создание ощущения у авторского сообщества, что у них есть шанс и выход, что все в их руках, это важнее гораздо, чем пропаганда чтения. Потому что если плюрализм контента будет увеличиваться, если число публикуемых произведений, как в YouTube, будет расти, то сам интерес к подобной форме медиапотребления будет расти гораздо с большей энергией, чем тому помогает пропаганда чтения. Вот мы с вами поговорили еще о том, что традиционное книгоиздание, оно частично утрачивает свою ценность, не означает, что он совсем утрачивает свою ценность. Традиционные издатели никуда не умрут. Они так и будут. Но их роль так или иначе все равно сведется к платформным решениям. Единственное, чем они будут отличаться, тем, что они будут таким, я не знаю, лид-блогером. Бренд, который ставит знак качества на конкретное произведение. Это важно. Многие читатели будут ориентируясь именно на эти знаки качества, сделать свой выбор. Поэтому их роль и их основная ценность – это такая вот… Если платформа равноудаленная от авторов, она не является каким-то… То есть ее задача запустить максимальное число создателей контента к читателю. То традиционный издатель, собственно, его роль отбора, она так и останется, только она преобразуется в форму такого знака качества. Если это отобрано вот этим редактором, то это наверняка интересно. Если я читаю то, что делает этот редактор, то я буду читать все то, что он отберет. И это немножко другая ценность и немножко другая роль, но она в будущем традиционного авсетного издателя останется. Ну и самый важный вывод, несколько раз его уже произнесли, состоит в том, что поменялись судьи. И судья из назначенного стал высшим и справедливым, единственным неповторимым. То есть если раньше нужно было понравиться редактору традиционного авсетного издательства, то теперь у любого автора есть возможность не обращать внимания на его мнение, а напрямую спросить аудиторию, нужно ему дальше писать или нет. Мил, все, по-моему, да? Да. Коллеги, ну вот, наверное, я закончил свою речь. Я не знаю, мы уложились во время, но если остается время на вопросы, то я готов на них отвечать, если есть эти вопросы. Виктор, тут спрашивают в чате, у вас классическое издание, ну или платформа, можно ли издать короткие рассказы и их сборники? Ну то есть речь, видимо, о вот этом, да, противоречии и стереотипе, что можно издавать только романы, а вот сборники рассказов – это только для именитых авторов. Давайте я сейчас одену там несколько разных шляп, да, то есть как человек, который работает в платформе, я могу сказать, что можно издать все, что угодно, да. А как человек, который, ну, много лет возглавлял коммерческую структуру, да, издательство Ripple Classic, я могу сказать, что перспективы у рассказов на рынке сложнее, да. Издать можно, но рассказы – это такая форма, которая гораздо сложнее находит своего читателя. Почему-то, я не знаю, почему так происходит, но все, что когда-либо мы сделали там в книгах, мы всегда понимали, что сборники рассказов – это гораздо более сложная, да, для с точки зрения коммерческой перспективы форума, чем романы. Вот такой есть феномен. Хотя, собственно, если мы посмотрим, да, на рынок, очень много есть прекрасных, совершенно коммерчески успешных сборников рассказов. Ну, давайте там, есть, хрестоматийный, может быть, не очень серьезный, но довольно известный пример – Слава Сэ, да, то есть все его прекрасно знают. То есть он в чистом виде рассказы, они очень прикольные, да, то есть и они там продавались очень большими тиражами. Ну, и таких примеров очень много. А вот роман в рассказах, да, спрашивают я? Что? А роман в рассказах, вот Ольга спрашивает. Ну, вы понимаете, как бы это уж какие-то такие синтетические формы. Я, честно говоря, затрудняюсь ответить, да, потому что, ну, роман в рассказах – это роман, да. То есть я думаю, что в таким умах обывателя и потенциального потребителя все равно будет роман. Ну, там они разные, бывает, потому что вот многие такие литературные формы, они бывают там интересные, изобретенные, да, но все равно это роман. Мне кажется, вот если это роман в рассказах, то он будет восприниматься как роман, у него лучшая коммерческая перспектива, чем у сборника несвязанных рассказов. Коллеги? Так, ага. Вот здесь у нас еще был вопрос. Так, Виктор, подскажите, где найти рейтинг платформ? Вот, мне кажется, мы его пропустили. Рейтинг платформ, их немного, да, то есть их на пальцах одной руки. Ну, естественно, найти их можно в Яндексе и Гугле. Значит, их пока в России не так много, но есть платформа Redero, есть платформа Rugram, да. Это такие два крупных столпа, которые в бумажном книгоиздании, да. В электронных, ну, давайте так вот на память, самые крупные, да. Ну, есть, безусловно, LitRes, Самыйсдат, да. У них тоже есть часть бумажные, да, о них нельзя забывать. Там крупная такая площадка электронных, электронной дистрибуции. LitRes, Самыйсдат, есть LitNet, есть AuthorToday, есть LitMarket, LitGorod, BookRiver и iGram. Вот, собственно, как бы, вот вам рейтинг, да. То есть они не в порядке, да, то есть какой-то привлекательности, потому что, ну, таких открытых источников, кто крупнее, кто мельче. Ну, можно, наверное, найти, да, то есть в электронной дистрибуции, там, LitNet, там, самая крупная площадка, да, у них есть свои правила и свои ограничения, не всем комфортно с ними работать, но они, в общем, занимают большую долю рынка, да. Вот, а в бумажном, ну, лидеры это Redero и Rugram. То есть их, в принципе, там, две таких крупных платформы, вот одна из них Rugram наша, да, и наш, там, прямой конкурент Redero. Ага, Виктор, ну и много вопросов про вот то, ну, про то, как, в принципе, да, поступать с первым романом. Или есть, да, такой стереотип, что очень плохо берут издательство после публикации, ну, сам издата, да, что это в некотором роде литературное самоубийство, вот пишут наши слушатели. И вот Катя спрашивает, как поступить с первым романом, вот в этой связи, то есть опубликовать на сам издате, и если появится большая аудитория, отправить в издательство. Или наоборот, сначала попытать удачу в издательстве, потому что вот некоторые издательства вроде как не рассматривают засветившиеся в интернете романы. Вот что бы мы посоветуем? Ну, я, честно говоря, не очень понимаю, почему они не рассматривают, но давайте так, значит, ну, тут черт в деталях, да, значит, ну, вот засветился я на литнете и показывают там миллионные продажи, да, издательство говорит, нет, ты на литнете засветился, я тебя не рассматриваю, не верю, да, то есть другой вопрос, если я засветился и там ничего не показал, но это не потому, что я засветился, а потому что там ничего не показал, здесь не надо путать вот причинно-следственную связь, да, то есть, да, от того, насколько вы будете успешны в сам издателе, в сам издате ваш дальнейший путь сильно зависит, но просто наличие вашего произведения в каталогах сам издата, оно не является фактором для принятия решений, не является, то есть, ни для какого разумного издателя это не может являться фактором, то есть, если вы опубликовались в сам издате и там ничего не показали, то есть, у вас ноль прочтений, вот это фактор, но он другой, не потому, что вы там появились, а потому, что там нету результата, да, то есть, что-то, значит, вашей аудитории там не понравилось, то ли самопроизведение, то ли того, как его подали, то ли энергии, которые вкачали в, я не знаю, в маркетинг, да, то есть, что-то не сработало, вот эту логику я еще готов понять, просто наличие вашего произведения в сам издате никак не является никаким фактором, абсолютно я убежден, вот, значит, что делать с первым романом? Ну, давайте так, как бы поступил бы я? Я попытался бы поговорить со всетным издателем сначала, вот как это ни странно, я представитель платформ, да, то есть, все равно вам готов дать совет сначала обратиться во всетное издательство. Если вдруг, ну, просто шанс на то, что всетный издатель вас возьмет, почти, ну, тут ноль из нуля, да, поэтому вот для того, чтобы потом не было мучительно больно, надо этот шанс, испытать, надо убедиться в том, что тебя не взяли. И вот когда тебя не взяли, уже не становится, да, то есть, так страшно работать с альтернативами, то есть, вот, дальше, следующая задача после того, как оффсетный издатель от вас отказался, попытаться попасть на бесплатную платформу. Что нужно для того, чтобы попасть на бесплатную платформу? Во-первых, вы должны быть автором желательно с комьюнити, то есть, по вашим соцсетям, которые вы ведете, платформа делает первый вывод о том, насколько вы энергичны в работе с аудиторией. Авторы, которые не работают с аудиторией, они должны очень хорошо попасть в жанр или написать гениальный текст. Если, там, доказательство гениальности текста не приведено, и попадание в жанр не стопроцентное, то дальше будет зависеть от того, какая у вас аудитория. Если вы хорошо работаете, хорошо общаетесь, хорошо работаете со своим комьюнити, то вы на 99% станете клиентом бесплатной платформы. Бесплатная платформа – это уже история близкая по доходам и по, я не знаю, кайфу взаимодействия, то есть, к аффсетному издателю. Если вам повезло попасть в бесплатную платформу, вы уже в танцах, что называется. Если не повезло, и вы не попали на бесплатную платформу, не отчаивайтесь, есть платные платформы, и там тоже можно сделать первые шаги. Можно, но там ваша вовлеченность в процесс будет очень большой. То есть, вы этим рискуете начать жить. Если вы просто заплатили, чтобы платформа вас издала, вы получите книжку как арт-объект, вы можете подержать ее в руках, вы можете поделиться ей со своими родными, близкими и знакомыми. Но, скорее всего, коммерческого успеха без вашей конкретной вовлеченности там не будет. Вот как-то так. Ага, ну да, звучит понятно. Так, ну, друзья, вроде бы вопросы заканчиваются. Я вижу, что повторяются вопросы. Вот еще вопрос тоже про деление платформ. Давайте вот тогда последний и будем завершать. Виктор, смотрите, Татьяна спрашивает, есть ли деление платформ по жанрам, то есть, которые там наиболее популярны. То есть, может быть, там одна платформа на чем-то специализируется, другая еще на чем-то. Вот про это можно? Да, понял. Ну, смотрите, я вам сейчас конкретное деление платформ не назову. Значит, все хотят быть во всех жанрах. Но я могу сказать, что все платформы, они так или иначе, да, своим основным жанром считают ром-фанд. Романтическая фантастика. То есть, вот в этом ром-фанте, да, этот ром-фанд присутствует почти на всех платформах. То есть, там вот любую, какой мы возьмем, да, это вот авторское сообщество, оно там в принципе присутствует почти на всех платформах, да, одно и то же. Может быть, у кого-то есть какие-то эксклюзивы, куда-то он дает, но в основном ром-фанд – это такая сфера оперативных интересов почти всех платформенных историй. Именно вот эта аудитория, она такая почему-то вот готова читать вот с таких носителей и готова работать вот с подобными текстами, да. Значит, есть какие-то там сторонние жанры, да, которые не ром-фанд, и часть площадок, например, лид-маркет, да, то есть, они вообще, такая у них философия, да, убрать жанровые гетты и присутствовать во всех жанрах, да, или, например, лид-нет, который больше все-таки в ром-фанте концентрируется, да. Но вот оно такое неявное, да, сказать, что вот прямо вот рейтинг какие там жанры в каких площадках, я, наверное, привести не готов, да, вот такое вот соображение. Есть такое небольшое, небольшая дифференциация, но, в общем, если вы просто подбираете себе площадку, то мой вам совет не давать эксклюзива, присутствовать в максимальном числе площадок. То есть, вот как правильно подойти к работе с платформами? То есть, не давать эксклюзива. То есть, вы создаете произведение, вы его публикуете на максимальном числе площадок, потому что аудитория не пересек... Ну, есть часть аудитории, которая не пересекается. Если человек привык читать на лид-маркете и на лид-нете, то это, как правило, разные люди. Очень мало людей, которые и там, и там читают. То есть, у каждого есть своя аудитория. Поэтому, если вы не даете эксклюзив, публикуетесь на всех площадках, вы лишаете каких-то плюшек эксклюзивного автора, то есть, повышенного роста, повышенного внимания, дополнительного маркетинга, но вы приобретаете большую аудиторию. У вас здесь больше шансов. И не давать эксклюзив, в том числе и на бумагу. То есть, присутствовать в максимальном числе платформ. То есть, на нашей платформе программы эксклюзива вообще не забираем. То есть, вот хорошо с нами, комфортно с нами работаете. То есть, мы не собираемся в вас выбирать право публикации вашего произведения, где бы то ни было. То есть, вы публикуетесь на платформах, взял вас офсетный издатель, договорились вы с кем-то, ради бога. То есть, вы можете публиковаться и на платформах, и там. Если офсетный издатель будет согласен, если нет, забираете с платформы, уходите в офсетного издателя и работаете там. То есть, вот главный принцип. Создали произведение, не отдавайте эксклюзив. Работайте с этим самостоятельно. Спасибо, Виктор. Друзья, ну давайте потихонечку тогда заканчивать. Всем большое спасибо за вопросы. Виктор, спасибо за такой подробный, интересный рассказ. Напоминаю, промокод DELIBRE на все наши курсы вебинарные, онлайн. Витамины наши коротенькие, да, суперпродукт, две лекции и одно задание. На все будет действовать до 1 августа. Вот, пожалуйста, приходите и публикуйтесь обязательно на платформах и продвигайте свои книги. Спасибо. Тогда, да, всем спасибо. Записи обязательно разошлем. Ага, всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok